Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами опытом, попыткой воспитать искусственного билингва. Моей дочке 4 года, и попытка у меня вышла неудачной. Почему она получилась неудачной, вы узнаете в конце видео. Речь будет идти о двух языках, о английском и немецком, а родной для нашего ребёнка русский язык. Итак, почему же искусственный билингвизм? Если кто-то не знает, искусственный билингвизм, начну с естественного билингвизма. Есть семьи смешанные, в которых родители говорят для них языки родные разные. К примеру, в семье они могут говорить на одном из родных языков для кого-то из родителей, а второй язык даётся ребёнку только одним родителем. Сложное объяснение, лёгкий пример. Мама говорит на русском, папа говорит на французском. В семье они говорят, к примеру, они живут в Франции, и в семье разговаривают на французском, а мама разговаривает с ребёнком на русском языке. Таким образом, естественным образом, ребёнок будет билингвал, то есть у него будет два языка. Один язык, конечно, всегда страдает в таких парах, но всё же это прекрасная возможность. Чем классно билингвизм? Кроме того, что ребёнку даётся такая возможность не учить язык, а просто впитывать его из среды, также это очень классно для когнитивных способностей, для межполушарных связей, и очень классная профилактика болезни Альцгеймера в будущем. Для нас мы русскоязычная семья, но мы решили, вернее, я решила, что ребёнку, если есть возможность дать английский язык, то почему бы его не дать? Расскажу вкратце мои страдания с английским языком. Они актуальны не только для меня. Я думаю, что для каждого сейчас, кто вырос в постсоветском пространстве, история одинаковая. Английский я начала учить ещё в садике. Я в 89-го года рождения, и вот был такой прогрессивный садик, что в последний год в садике нам давали английский. По сути, я вышла из садика со знанием одного слова «пик». Всё. И я помню, что вот для меня эти занятия... Я всегда была такая смышлённый ребёнок. Для меня эти занятия были тяжёлыми достаточно. Вот как-то... Помню просто напряг и одно слово «пик». Класс. Потом была такая же прогрессивная школа. У нас начали учить английский язык с первого класса. То есть для того времени это считалось достаточно таким инновационным. В итоге прошло три года обучения, и то же самое, в принципе, я расширила свой запас слов, названий животных. А училась я хорошо. Потом начался пятый класс, и вот это «London is the capital of Great Britain». Помнят все. Вот это вот просто пересказывание учебника, пересказывание этих текстов. Знаете, в чём ещё самая большая соль? Что средний уровень знаний учителя английского языка по России... Сейчас не надо говорить, почему я говорю о России, я сама из Украины. Для Украины это тоже актуально. B1. Что такое уровни языка? Есть, в принципе, все языки для неносителей. По знанию делятся на несколько уровней. Первый уровень — это A1, это elementary, начальный уровень. Потом B1, B2 — это уже такой средний, начальный и средний продвинутый уровень. C1 — продвинутый уровень. И C2 — это уровень, схожий с носителем языка. Так вот так. Для учителя в России, тот, который, скорее всего, не дай бог, учит вашего ребёнка, но вероятность такая есть, что у него уровень B1. Можно сказать, что это актуально, потому что у нас много учителей предпенсионного возраста, старой закалки. Нет, к сожалению, такой же актуально и для молодых девушек и ребят, которые только что выпустились. Недавно был случай, как учитель английского языка, молодая девушка, она младше меня лет. Надеюсь, вот она только закончила институт. Вышла и в садике детям преподавала английский язык. Дети знали лучше английский язык из мультиков, знали правильное произношение, чем этот человек, который должен был приходить и учить их. Относительно занятий языком. Если вам вот хочется, все ваши подружки вводят ребёнка на английский язык, и вы тоже хотите, знаете, в украинском есть такое классное выражение, на тратку массыла и спускайся на дно. То есть два занятия английским языком в неделю, пусть это в садике или вы куда-то ребёнка ещё дополнительно вводите, ничего в принципе не дадут. Это я говорю для дошкольников. Язык должен изучаться на постоянной основе, желательно, чтобы это было там через день, 4 раза в неделю. И то, что учат, именно учат вот этих вот языковых школах для детей, это совершенно другое. Есть другой тип языковых школ, сразу оговорюсь. К примеру, у нас в городе недавно открыли, там, где с детьми разговаривают, именно вот они преподают, они делают им искусственную языковую среду. Они ходят там на театральные кружки, они занимаются, они играют вот тоже на английском языке. Вот они заходят, всё, дверь закрылась, у них английский язык. Вот там результаты хорошие. Но там есть ещё особенности, понимание у детей классное. Я уже встречала этих детей где-то 7-8 лет, понимание языка классное, но они не говорят. То есть у них ещё есть языковой барьер, им бы попасть в какую-то иностранную языковую школу или пообщаться с такими же детьми, но которые не знают русского языка, их родного языка, и было бы всё классно. Вот этот вариант школ, если у вас есть в городе, да, однозначно хорошо. Хорошо. Потом, что дальше? Вернув же про себя, про такое долгое предисловие, про искусственный вот этот билингвизм. Первый раз я узнала о таком искусственном билингвизме, вот когда у нас в городе открыли первую языковую школу, и руководитель этой школы разговаривала со своими детьми, мне кажется, им на то время было где-то 5-7 лет, она разговаривала с ними на английском языке, и они отвечали только на английском языке. В семье вот она с ними всегда разговаривала только на английском языке. Дети шутили, что мама разговаривает на русском с ними только очень когда сердится, когда уже совсем невозможно сдержать свои эмоции, и всё-таки первый язык проскакивает. Я вдохновилась. Её примером мне тогда было лет 13, я думала, вот точно, когда у меня будут дети, я, конечно, дам им английский язык. Почему другие учителя английского языка этого не делают? Меня это очень удивляло. Сейчас я понимаю, что, наверное, потому что, во-первых, лень, а во-вторых, уровень языка у них всё же тоже B1. Я очень вдохновилась, но, в принципе, об этом забыла. Потом я забеременела, и где-то на седьмом месяце я увидела программу у доктора Комаровского, и там было про билингвизм. Я такая, билингвизм, а ну-ка, давайте более подробно. И оказалось, что это вот такая вот, вот было про искусственный, и когда в естественной среде я вернулась к своей идее, почему бы мне не дать английский язык своему ребёнку. Я эту идею вынашивала-вынашивала, уже родился ребёнок. Мне казалось, есть тех мам, которым было тяжело разговаривать с младенцами, в принципе, до того возраста, даже с младенцами, с маленькими детьми, до того возраста, пока они не начинают взаимодействовать и отвечать. Это неплохо, нехорошо. Я, оказывается, не одна такая, я долго себя за это корила, что я не знаю, о чём поговорить с младенцем, но просто другие мамы об этом раньше не признавались. И где-то с восьми месяцев я всё-таки себя заставила. Во-первых, заставила, потому что я начала учить английский язык. Я начала... вернее, я его учила. Я его учила в школе, английский язык. У меня был очень хороший уровень. Потом институт его просто добил, дальше некуда. Потом было время после института, и где-то уже, когда я вышла на работу, с моей работы прямо через дорогу был центр иностранных языков. И был грех пропустить такую возможность. Почему бы не выучить английский, и, наконец, не заговорить на английском, назовём это так. Не просто учить его, а не заговорить. А на тот момент у меня был хороший средний уровень. И я начала строить какие-то предложения, что-то рассказывать ребёнку там. Но, кстати, здесь очень важный факт. Есть много... я думаю, вы найдёте много видео про билингвизм. Здесь очень важно говорить не словами, просто там показывать cup, apple, что-то такое, а говорить предложение. Give me an apple или it's a cup. Ну, должны быть предложения. Потому что эти предложения — это и есть суть языка. Чтобы ребёнок усваивал саму структуру языка, а не просто словарный запас. Вот возьмём маленького ребёнка, когда он начинает говорить на родном языке. Он же вначале говорит... Вот тоже у него небольшой словарный запас. Он потом нарастает. Но вначале он понимает структуру языка от своих родителей. Он её улавливает, структурирует в голове, потом начинает говорить, и просто потом дополняет свой словарный запас. А словарный запас в этом случае не самое главное. Главное, чтобы ребёнок уловил отличия времён. Не потому что вы ему будете рассказывать, что такое past, что такое present and future, а потому что вы будете ему постоянно говорить о каких-то, что-то рассказывать, и он сам уловит эту закономерность. С восьми месяцев я начала говорить какие-то предложения. С полутора лет я начала, я поняла, что мне не хватает, я не могу просто вот так вот рассказывать, я, в принципе, да и на русском языке просто вот так рассказывать не могла. Я начала покупать книги. Книги очень тяжело мне давали. Сначала я заказывала их на каких-то иностранных сайтах. Это стоило очень дорого. Ну, представьте, сколько стоит книга от семи долларов. А книг нужно много, чтобы разнообразить словарный запас, разнообразить речь. Потом я, слава богу, нашла какой-то стоковый... Я думаю, что не возят гуманитарку, просто книги такие были, знаете, 90-х годов, с пометками, со штампами библиотек, с таким интересным запашком. Но это уже было что-то. Они стоили на семь долларов. Я могла купить семь книг, а не одну книгу за семь долларов. И здесь началось. Потом я ходила к репетитору. Поскольку был ребенок маленький, я брала уроки по скайпу. И, в принципе, ребенок всегда был со мной во время этих занятий. Он или находился в комнате, или просто слушал. К полутора годам вот она знала какие-то бытовые вещи. Дай мне это, принеси это, вот покажи мне, где там жирафа, где слон. Она знала это лучше на английском языке. Ребенок у нас не говорил до трех лет. А потом начала говорить она уже такими фразами, предложениями. То есть вот эта вот задержка у билингов, она, естественно, ребенок впитывает два языка. Я старалась говорить по несколько часов в день. Максимально у меня получалось четыре часа в день. Я, в принципе, себе ставила такое, что вот до двенадцати часов я говорю на английском. Относительно того, насколько тяжело это дается маме. Это экстра тяжело. Вот заставить себя говорить на английском языке, даже если у вас очень хороший уровень, а тем более, когда очень хороший уровень, очень сложно. Вот я просто не могу вам передать, насколько это сила воли такая. Мне помогало то, что у меня на тот момент было общение с иностранной компанией. Мы уже начинали свой миграционный процесс. Когда я говорила... Я уже дошла до того уровня. Вот я с интермитет перепрыгнула... Ну, не перепрыгнула, дошла до advanced. С advanced и дальше училась, не останавливалась. Когда я говорила на английском языке, к примеру, у меня было какое-то скайп-совещание, и я полчаса, час говорила на английском языке, мне было очень легко дальше разговаривать еще час-два со своим ребенком на английском, потому что мозг включался. И вот я достигла того уровня. Я считаю, вот это вот считается, что знаешь язык и можешь на нем говорить, когда ты начинаешь думать, когда ты сам с собой говоришь на этом языке. И здесь тоже вещь не... Здесь все в практике. Здесь тоже не про словарный запас. Я же у себя в голове и на родном языке не говорю какими-то завыхреватыми предложениями, какими-то сложными конструкциями. Я говорю все просто. Относительно, если вы хотите сделать то же самое и начать со своим ребенком, не бойтесь того, что у вас низкий уровень языка, вы его обязательно прокачайте со своим ребенком. Я покупала словари, я смотрела какие-то маленькие отрывки из мультиков. И это вот, наверное, 30% сейчас успеха моего языка, это то, что я разговаривала со своим ребенком на английском языке. Относительно немецкого языка. Когда у нас с английским все пошло уже хорошо, я поняла, что она понимает эту структуру, она понимает, четко отличает. Она еще не говорила, она четко отличает, где английский, где русский язык. Мне стукнула идея, почему бы не взять немецкий. Конечно, я бы взяла и китайский, но китайский в нашем городе было тяжело найти. С большим трудом я нашла молодую девушку, которая согласилась приходить к нам давать уроки. Я как бы ей объяснила, у нее были племянники такого же возраста, она легко с детьми разговаривала. Но здесь была моя проблема, что оплата почасовая, в принципе, у каждого репетитора. И мне надо было дожать. Она приходила, просто играла с ребенком. Вот она приходила, она с порога включала немецкий и разговаривала на немецком языке с ребенком. Что нужно было начать с маленьких промежутков времени. А у меня вот это вот нет, я же за час заплатила, досидим до часа. Нужно было начинать с 20 минут. В принципе, наверное, месяц надо было, чтобы было по 20 минут, просто их разбивать. Сначала мы тоже начинали с двух раз в неделю. Опять же, на своем опыте говорю, что два раза в неделю ничего не дает. Переходите на четыре больше раз в неделю, но это, конечно, уже финансовые возможности. Потом ребенок у меня такой, не хочу сказать ничего неплохого, нехорошего, как бы своего ребенка нельзя оценивать. Но она с ней не выстроила границы. Вот в этом была проблема, что не было границы. Ребенок там уже садился на голову. Она там, ну вот здесь вот учебный процесс застрял. Полтора года вот таких вот конвульсий. И через полтора года кто-то уехал в отпуск. Не помню, то ли мы, то ли преподаватель. И преподаватель, им я уже поняла, что пора заканчивать. Как бы, может, до этого уже поняла, что пора заканчивать. Но из плюсов, что я немножко прокачала свой немецкий язык. В принципе, можно было сделать по-другому. И надо было это начать раньше. Надо было мне начать свой прокачивать немецкий язык, а ребенок бы подтянулся. Вот она бы приходила к нам, я бы говорила на немецком, ребенок бы подтянулся. У меня немецкий был тоже на advanced уровень, продвинутый уровень. В институте я его специально дополнительно изучала, потому что английский уже был на хорошем, мне какой-то другой язык хотелось. Потом он, конечно, после 5-7 лет неиспользования упал. Сейчас у меня тот уровень, когда я все понимаю, как собака, но молчу. И какие-то простые фразы я могу построить, но молчу. В принципе, немецкий бы мне сейчас, если бы я тогда вложила свои силы в его изучение, сейчас бы очень пригодился в поиске работы. Относительно еще английского языка. Почему же не удалось? Наконец-то, наконец-то, почему не удалось? С немецким понятно, почему не удалось, потому что неправильно были выстроены вот эта стратегия внедрения языка. С английским почему не удалось? В прошлом году вот я исполнилась три, и мы, я активно-активно-активно, мы читали, разговаривали какие-то отрывки из мультфильмов. У нас книги были только на английском языке, мы что-то обсуждали. Но причем, что она говорит, уже потом начала на русском, она предложениями говорила на русском, она прекрасно до сих пор понимает разницу. Я просто сдалась. Я скажу вам честно, я сдалась. Я была очень рада, что наша петиция на эмиграцию была одобрена. У нас уже на носу было интервью. И я думаю, фух, слава богу, эта непосильная мука с меня упадет. Английский она выучит в языковой среде. Я могу расслабиться. Теперь нужно заняться русским. И книги быстренько, все книги с полки английские ушли. Пришли только русские книги, потому что сейчас важно будет сохранить русский язык. Хочу сказать в заключение, резюмировать, что это классно. Если вы хотите, чтобы ваш маленький ребенок говорил на английском, понимал его, начинайте с... Вот сейчас. Не важно, сколько вашему ребенку. Два месяца, восемь месяцев, даже если ему два года, то, в принципе, до четырех лет. Вот еще возможно где-то... Ну, у каждого ребенка по-разному. В промежуток от двух до четырех лет ребенок, если вы начинаете, только вы до этого не говорили на английском, начали говорить на английском, он вам может сказать, нет, стоп, мама, там, закрывать рот, там, все, не говори. Но вот этот отказ, ваша настойчивость, она переборет этот отказ. Будет все классно. Начинайте. Просто не бойтесь, начинайте, пишите мне. Я вам посоветую, какие книги для начала. Я вас просто буду подбадривать и поддерживать, потому что это единственный способ вот вашего ребенка научить английскому языку. Ну, или вот такие языковые школы, как я говорила, для маленьких, где они приходят, но они там должны тоже находиться, грубо говоря, полдня, чтобы какой-то был полдня, желательно каждый день, это должно быть такой языковой сад. Но и дома не забывайте поддерживать его, не забывайте по дороге со школы, там из сада что-нибудь спросить, поддержать разговор, дома прочитать книгу на английском языке. Это очень полезно. Полезно для вашего ребенка, полезно для того, что вы прокачаете английский. Дальше это такая цепочка взаимодействия, вы прокачаете свой английский, поверьте, вы найдете лучшую, более оплачиваемую работу, или если у вас свой бизнес, вы выйдете на более широкую аудиторию. Хочу вам еще сказать такой пример, что как-то я занималась подбором персонала, я не хедхантер, нет, просто мне нужно было для знакомого, вот я вычитывала первое резюме, а потом я отсылала ему, мне должно было быть два пункта, совпадать, инженер, опыт работы инженером, и английский язык. И вот это вот в райо, конечно, у всех средний, сразу, вот кто бы ни писал, пишет средний уровень языка, значит начальный, пишет продвинутый уровень языка, значит средний. И вот поверьте, мы таки не нашли никого, нам нужен был главный инженер, мы таки никого не нашли, потому что не совпадали эти два пункта. Если человек был с классным опытом, то у него не было английского языка, если был с английским языком, значит он вряд ли работал инженером, а уходил уже в какие-то там, чуть ли не в маркетинг, как сейчас популярно, в какие-то другие специальности. Вот эти вот два пункта у нас таки не сошлись, мы так никого и не нашли за два года, хотя искали в регионе даже, в регионе большого города, где я думала, что это будет легче найти, но мне хэдхантеры сразу сказали, что извините, с такими параметрами мы вряд ли найдем, те люди, которые работают каждый день. Да о чем тут говорить, хэдхантеры тоже не говорили на английском языке, не могли провести базовое вступительное собеседование. Английский нужен, он просто сейчас, вот нужен как воздух, каждому он нужен, а для ваших детей это также большая возможность. Пожалуйста, если у вас еще остались какие-то вопросы, мне было просто, я излила свою душу в этом видео, мне давно хотелось поделиться, и хочу вам еще сказать, что я давно стеснялась поделиться этим видео, я никому не рассказывала о том, что я пытаюсь вырастить искусственного билингва, у нас язык, вот на английском мы говорили только дома, я стеснялась, если на улице, я очень стеснялась, я никогда не говорила своим ребенком на английском языке, мне казалось, что вокруг на лавочках сядут бабушки-филологи, филологи английского языка, и они просто меня сейчас засмеют, а как ты сказала это слово, как ты исковеркала это слово, будет меня поправлять, в итоге просто люди, вот если такое случалось, крайне-крайне-крайне редко, люди просто открывали рот в удивлении, как-то к нам пришел человек, мастер чинить домофон, я что-то ребенку уже, ну просто на автомате сказал, там что-то подай мне на английском языке, он такой, понятно, такая маленькая, уже английский, ну как бы подумала сумасшедшая мама, которая занимается, еще одна сумасшедшая мама, которая просто свихнулась на развитие ребенка, есть какие-то вопросы, пожалуйста, еще раз пишите, комментарии, подписывайтесь, я буду очень рада, спасибо большое, что дослушали до конца.